У нас появилась новая информация Шелонен, которая будет выпущена в версии 5.1. В этом видео мы с вами посмотрим, кто может быть показан на баннерах версии 5.1, а также некоторые новые подробности из набора. Шелонен, видео обещает быть интересным, гоно берем 100 лайков и подписывайся на канал. Деншин Дроп, самый лучший сайт с примадемами и лунами. Все выводы происходят через Кудэшоп. Официального партнера Деншина, с тебя ее ID, с ним примадемы. Выводы моментальные, ни одного случая баны или списания, а также постоянные раздачи. И тебе победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся, ссылочка где? В описании. Во-первых, у нас есть два подтвержденных баннера для версии 5.1. Баннер для них за Шелонен или ран запуска Архонда. По словам, Шелонен это персонаж из Длео стихии, имеющий сходство с Кадзухой. В соответствии с ее мастерством, во время ночного шума, три драгоценности Шелонен будут подсвечиваться цветами элементов ее товарищей по команде, что действительно делает ее уникальным персонажем. Сначала это количество поджигателей, затем Электро, Дидро и Крио. Оставшиеся места будут заполнены Длео камнями. Во время своего броска Шелонен выпускает на поле свой дух Леопарда, который длится 9,3 секунды. Может быть и больше, это все может измениться. Это состояние духа присваивается активному персонажу и дает дополнительные возможности, зависящие от количества пиротехники, Гидро, Электро и Крио, а также Део персонажей в команде. Ее оружие имеет базовую атаку 542 с дополнительным показателем 88% критического урона, в то время как пассивная дает бонус в защите. Пассивность оружия интересна тем, что делает Шелонен похожий на боевого ДПС персонажа, хотя ее экипировка говорит о том, что она скорее всего помощник, но пока рано говорить об этом, так это основано только на утечках. Все может измениться. В целом, Шелонен, скорее всего, является персонажем поддержки или под ДПС, который будет хорошо работать с любыми элементами своей команды. Шелонен, скорее всего, будет освобождена на первом этапе, поскольку большинство персонажей выпускаются именно там, ну, если мы говорим из новых. Если что, скорость 3 разработчиков, на котором раздадут промокоды на прямой демой, чтобы не один из них пропустить, а напоминаю, они истекают в течение 16 часов после того, как их выложат, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там будет вся инфа с 3 разработчиков, а также про те самые промокоды уже 16 августа, ссылка в описании с гребеном комментарии. Теперь о Реране Архонтов. В предыдущих патчах игры, такие как версии 3.0 и 4.0, был представлен Джун Ли, в то время как версии 3.1 и 4.1, был представлен Венте. Однако, в этот раз Реран Показа Архонтов начнется с Сёгун Райден версии 5.0. Это нарушает схему, которую Михаё обычно придерживает. Сержи Хайверс, кому как удобно. Реран Райден состоится во второй фазе 5.0, что означает, что марафон Архонтов начнется именно с неё. Следовательно, в 5.1, скорее всего, появится другой Архонт. Я полагаю, что это, скорее всего, будет либо Нахида, либо тот же самый Джун Ли. Почему? Потому что у этих двоих был самый большой разрыв с момента их последних Леранов. Я исключаю Венте, потому что он, скорее всего, появится в 5.5. И, согласно последней информации, от интересного источника мы получим новую карту. Я думаю, что это будет бездействующий порт, место, соединяющий Снежную и Манштадт. Как это говорили очень-очень давно. У Джун Ли, похоже, больше шансов на Реран, так как с момента его последнего баннера прошло 8 патчей. В то время, как с момента появления Нахида прошло всего 4. Кроме того, Шелонен, похоже, не даёт никаких улучшений для Дендра. Так что Джун Ли, возможно, подойдёт к Шелонен больше. Также есть шанс, что может появиться Фуглина, но в этом я не уверен. Кто ещё может появиться на баннерах в версии 5.1? Пишите в комментариях, гоно берём 100 лайков и подписывайтесь на канал.